ТГБ Продакшн представляет Катерина Цвик Корпулентные достоинства или знатный переполох Книга вторая Анотация Попало так попало И тело оказалось с подвохом И мир встречал не так радужно, как бы того хотелось Но кто сказал, что девушка из будущего, пусть и альтернативного, не сможет преодолеть преграды на своем пути Первые шаги уже сделаны Хотя, как шаги, так, шажочки, но какие? А потом будем и дальше с упорством Маленькой, но уже не такой толстенькой белочки прогрызать свой путь в этом мире Так что берегитесь, вас ждет знатный переполох Глава первая Наконец-то закончился этот бесконечный бал в честь моих именин Я бы о них и не вспомнила Потому что даже не представляла, когда этот светлый миг наступил в жизни прежней княжны Евдокии Раевской Но у меня были родственники, которые обойти этот знаменательный момент ну никак не могли Хотя и без этого пышного празднества уж точно бы обошлась На мои потуги отказаться маменька лишь ответила, что мечтала об этом слишком давно, чтобы отказать себе в удовольствии устроить праздник в мою честь И я могла ее понять Ведь за предшествующие шесть лет, во время которых это тело по сути было овощем Которое умело разве что без конца употреблять пищу в промышленных масштабах Ни о чем подобном не могло идти речи Да что там, общество уже успело похоронить Дусю И лишь сочувствовало столь уважаемому семейству А тут такой повод в очередной раз заявить, что у их дочери все хорошо И она на минуточку уже в брачном возрасте По этому поводу мне даже дали выходной от фрейлинских обязанностей И в гости заявилась сама великая княжна Лизавета К моей радости никакими эксцессами этот вечер не отметился Не считать же пару трехлитровых банок сцеженного яда Которые не применули оставить подруги и доброжелатели Маменьки и нашего семейства Разумеется, яд источался в завуалированной форме Как это умеют делать только в высшем свете Но и мы с маменькой не лыком шиты Потому яд сцеживался, но под кожу не проникал И имел свойство возвращаться обратно За проведенное во дворце время я уже успела ко многому претерпеться Обтесаться и кое-чему научиться И теперь неплохо парировала такие выпады Но как же все это было утомительно Вошла в свою комнату и, игнорируя горничную И не утруждая себя раздеванием, так и упала в бальном платье на кровать Со стоном стаскивая нога об ногу в свои туфельки Но они, заразы, не стаскивались Потому что я умудрилась забыть, что они привязаны к щиколоткам лентами Но даже позлиться толком сил не было Как же я устала Оказывается, быть хозяйкой вечера, ох, как непросто Хотя маменька и помогала мне в этом нелегком деле Но пообщаться все хотели именно со мной Разумеется, кроме не совсем приятных моментов, были и радостные Например, подарков надарили всяких разных Но разбирать их у меня, чувствую, времени не будет совсем Уже завтра мне надлежало вернуться во дворец А через пять дней состоятся именины теперь уже царевны А там и до отъезда недолго Я уже собрала волю в кулак, чтобы подняться Как дверь потихоньку отворилась И ко мне резвой козочкой прискакала моя сводная сестра Марья Не утруждая себя манерами, она плюхнулась рядом со мной И нагнулась, заглядывая в глаза Ну, рассказывай Ее лицо так и светилось предвкушением каких-то грандиозных откровений с моей стороны Ну и что ты хочешь услышать? Я удивленно вздернула брови Как это что? Это же был бал в твою честь Там ведь и кавалеров тьма была Начала она вдохновенно вещать И, наверное, все сегодня были влюблены в тебя Вон какое красивое на тебе платье А маменька даже свои драгоценности разрешила надеть Как я хотела бы хоть одним глазочком поглядеть, что там происходило А потом она насупилась и добавила Только меня туда никто не пустил И даже заглянуть не дали, представляешь? Воскликнула с изрядной долей обиды и возмущения Я перевернулась на бок и подложила под голову руку Чтобы было удобнее общаться Марьяш, ну ты же сама знаешь Что детей на взрослые балы пускать не принято А если бы кто-то из гостей застукал тебя за подглядываниями Так мы все стыда бы не обрались Да знаю я Девочка сгорбилась и начала размахивать ногами Стуча пяточками о мягкий бок кровати Но интересно же Ну чего ты насупилась? Я погладила ее по голове Но она ею дернула, сбрасывая мою руку У тебя скоро свой бал будет Она немного приободрилась, но все равно продолжала злиться Это будет детский бал Да и тебя там уже не будет Укатишь со своей царевной к черту на кулички Это да, совсем немного не успею Пригорюнилась и я Но подарок к десятилетию своей любимой сестренке Я все равно оставлю Поверь, тебе понравится Плохое настроение девочки как ветром сдуло Она тут же навалилась на меня сверху в попытках защекотать Расскажи, ну расскажи, что ты приготовила? А то страшное чудовище щекотун от тебя не отстанет Я не поддалась на столь своеобразные уговоры И в ответ начала щекотать Марию Мы обе хохотали, не сдерживаясь Но в какой-то момент я поняла, что с девочкой что-то не так Она на некоторое время застыла Потом ее начала потряхивать мелкой дрожью Взгляд ее ни на чем не фокусировался И был направлен куда-то внутрь себя Я дико перепугалась Попыталась потормошить за плечи Но тут же оттернула руки Потому что обожгла пальцы даже сквозь ее одежду Дико озираясь в тщетной попытке найти хоть что-то Что сможет объяснить происходящее Я наткнулась взглядом на испуганные глаза Лукерьи Своей горничной Которая, сидя в уголочке, ожидала, пока я ее позову «Что смотришь?» Будто и сама вела себя иначе, воскликнула я «Зови князя, врача, да кого угодно, быстрее!» Сама же снова повернулась к Марье Покрывало, под которой уже дымилась «Марьяш, Марьюшка!» Звала я ее, стараясь унять свою нарастающую панику Внезапно ее взгляд стал осмысленным Девочка посмотрела на меня с испугом и недоумением «Милая, что с тобой?» Тихо и как можно спокойнее спросила я «Не знаю», — жалобно ответила она и протянула ко мне руки Мои пальцы еще болели после предыдущего прикосновения Но не подать руки испуганной девочке просто не могла Сама не знаю как, но в одно мгновение пришло понимание Как сделать щит, чтобы он покрывал руки словно перчатки Точно знаю, что такого еще никто не делал Но я очень хотела помочь сестре А инстинкт самосохранения упорно вопил о защите Которая у меня в следующее мгновение и получилась Я протянула к девочке руки и подтянула ее к себе Обнимая и растягивая щит на все тело Девочка немного успокоилась Но в следующее мгновение ни с того ни с сего промокла до нитки Испугавшись, тут же вспыхнула и оттолкнула меня Смотреть на то, как с человека одновременно течет вода И он горит, было странно Да что там Все это попахивало каким-то безумием И если бы не знание, что в этом мире вообще-то есть магия Я бы заподозрила себя в том, что у меня что-то не так с головой Неосознанно я перешла на магическое зрение От Марьи валил горячий пар Она вскрикнула, но в следующее мгновение я заметила Как магия жизни начала вплетаться в творившуюся вокруг нее вакханалию И не давала причинить ей вреда Девочка испугалась не на шутку И апогеем этого страха стало то, что все комнатные цветы разом завяли и почернели А в магическом зрении стало видно Что энергия их смерти вплетается в то буйство, которое сейчас творилось вокруг Марьи Глядя на все это, до меня наконец начало доходить Что сестра прямо сейчас проходит свою инициацию Ведь ее десятилетие наступит через пару недель Субтитры создавал DimaTorzok